Привет! Сегодня мы продолжим искать Влада А4, и вы можете нам в этом помочь! Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий, чтобы это видео увидело как можно больше людей! Так мы быстрее найдем и спасем Влада! Влад А4, привет! Влад А4, привет! Влад, тебя похитили? Да! Он ответил да! Тебе нужна помощь! Да, нам нужен такой персонаж, который обладает связями! Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы отправляемся к говорящим друзьям, и сегодня мы вызовем дух Влада А4, который находится в мире SCP. В прошлом видео, как вы помните, мы даже слышали его голос по специальному магическому драмофону. Если вы не видели это видео, посмотрите его по ссылке в описании. Все, кто за три секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придут монстры из SCP-мира. Три, два, один, ноль. Поставили? Молодцы! Приветик! Что вы болтаете и о чем? Бэка, у тебя все готово? Почти готово! Давай поскорее, пожалуйста. Хорошо! Да, да, да. Нужно срочно, срочно, срочно вызывать Влада. Пойдем на чердак. Там безопасней. Да, сейчас сначала всех покормлю и так далее. Ну, конечно. У нас кончилась еда. О, нет, о, нет, о, нет. Здравствуйте! Чем мне вас накормить? А у меня ничего нет даже. Ладно, я вам куплю. Знаете что? У меня 200 рублей есть. Я куплю вам сыр. Бананы. Ладно. Даже 4 или 5 бананов. Раз. Два. Три. Четыре. Наелись? Да! Наелись! Слава богу! Опять все съели еду. А что у нас здесь? Рулетка. Так, крутим рулетку. Тридцать шпионских штучек. Хорошо, неплохо. Чего все грустные-то такие? Из-за Влада переживайте. Я тоже переживаю. Я не знаю. Бека, я тебя просила все приготовить. Что ты ходишь грустная? Вы чего такие все унылые? Быстро на чердак. Сейчас будем вызывать Влада. Именно сейчас. Именно здесь мы вызовем Влада А4. Ну что? Давайте. Доска у нас на столе. Мне не по себе, если честно. Ну ладно, попробуем. Я никогда этого не делала. Что нужно делать, Бека? Просто сказать, Влад, приди. Прямо так и говорить? Да. Три раза. Так можно любого вызвать? Можно. Прямо так и говорить? Влад, приди. Да. Ну давай. А вдруг другой Влад придет? Тогда говори, Влад, А4 приди. Ладно, давай А4. Влад, А4 приди. Влад, А4 приди. Ничего не происходит. Давайте спросим, здесь он или нет. Влад, ты здесь? Вы видели, что произошло? Он здесь. Тогда мы будем задавать вопросы, пока он здесь. Никогда не общалась таким образом с людьми. Влад, тебя похитили? Да. Он ответил, да. Тебе там плохо? Да. А их много? Да. Он ответил, что их много. Но нас тоже так-то много, если что. Ты знаешь, для чего тебя похитили? Нет. Он еще даже сам не знает, для чего его похитили. А мы откуда должны знать? Я не знаю. Влад, ты сможешь сам оттуда выбраться? Что там? Нет. Он пишет, что нет, нельзя. Не может. Тебе нужна помощь? Да. Еще один самый главный вопрос. Эй, эй. Все обрубилось. Черт. Мы не успели спросить самое главное. Бека, пойдем-ка со мной к микрофону. Бека, слушай. Как нам теперь вернуть обратно связь? Уже никак. Связь часто так обрубается. То есть, это можно один раз только делать? Да. Ну, в смысле, один раз в день можно всего. Можно всего. А, один раз в день. Ну, значит, возможно, у нас еще есть возможность когда-нибудь. Конечно, есть. Но не сегодня. Да, но на сегодня нам уже его не достать оттуда. Ну, по крайней мере, мы убедились и узнали много полезной информации про то, где он и что с ним. Будем думать, что делать дальше. Пойдем-ка почитаем историю. А то слишком накаленная обстановка здесь. О, история называется «Синие кеды». У вас у кого-нибудь есть кеды? Я, кстати, только что сейчас заметила, что у них нет обуви. Ну, ладно. Один мальчик хотел, чтобы родители ему купили кроссовки. Но у родителей денег было мало. Поэтому они купили мальчику кеды самые простые дешевые синие кеды. Мальчик рассердился и сказал, что ни за что не наденет эти дурацкие кеды. К тому же они были немного тесными. Мама знала, что ее сын хочет кроссовки, поэтому пошла на рынок одна и купила кеды наугад. Без примерки. На следующее утро мальчик просыпается. Чувствует, ноги страшно болят. Смотрит, а они покрыты мозолями. В нескольких местах синяки. Странно, подумал мальчик. Будто бы я ночью надевал эти дурацкие кеды и до утра ходил в них. Пришлось протыкать мозоли булавкой и залеплять их пластырем. Следующим утром просыпается, ноги еще сильнее болят. И ломит их, и жжет страшно. Все ноги в мозолях, синяках, кровавых подтеках. Мальчик не стал жаловаться родителям, потому что он знал, его сразу поведут в поликлинику. Будут ставить уколы, брать анализы, еще что-нибудь неприятное придумают. Мальчик доковырял до аптеки. Там на свои карманные деньги купил два рулона пластыря. Вернувшись домой, он им полностью обмотал ноги. Сверху надел еще носки. Сначала толстые шерстяные, а сверху обычные тонкие. Утром просыпается, ноги почти не болят. Зато вся кровать и пол усеяны обрывками толстых шерстяных ниток и кусочками тонких носков. Мальчик идет в прихожую. Смотрит, а внутри новых синих кедов тоже лежат обрывки и кусочки. Понял он, что ночью кеды пытались залезть на его ноги, но не смогли, потому что им мешал слишком толстые носки, да еще и пластырь. Теперь каждую ночь мальчик обматывает свои ноги пластырем, надевает много носков, а кеды стоят в прихожей на этажерке. Синие и злые. Но это кошмарная обувь. Это ужасная обувь. Конечно, жалко такую выкидывать, если она еще и живая. Но круто, это значит волшебство существует. Но сегодня мы сами в этом убедились, поэтому тут не кеды. Тут что-то посерьезнее у нас с вами происходит, друзья. Я не знаю, почему решила это сделать, но я просто сделаю это и все. Для расслабления, потому что надо расслабляться. А у нас, знаете что? У нас есть одна единственная, одна единственная поездка в магазин. Я с еще и страчу. Давай, Бека, швыряйся. Бека сразу с одного удара вышибла Хэнка. Давай еще. Ой, Анжела тоже. Ну, как вам такая игра? Классно? Надеюсь, классно. Они с ними разговаривают почему-то. Поехали в магазин. У нас одна поездка. Напоминаю. Игра знает, что у меня одна поездка. Она мне сейчас даст какие-нибудь макароны, вот это все куэрунду. Ничего хорошего. Мне нужны карточки. Я разматываю это все. Вот карточки были. Но они самые-самые простые. Самые простые, которые есть на свете. Открыть. Посмотрим. Ну что у нас? Дубликаты, конечно же. Причем всего лишь по 10 монеточек. Я не люблю дубликаты. Мне никогда не дадут новую карточку. Еще один дубликат. Да сколько можно? У этого у меня 6740 звездочек, по-моему. Это слишком мало. А у нас есть что посадить? Вообще есть? О, у нас есть элитные семена. Целых два набора и 13 штук обыкновенных. Вообще еду надо выращивать, потому что это важно. Почему бы не вырастить немножечко еды? Все, вода закончилась или не закончилась? Пусть все растет. Вот. Ожидаем, когда она закончится. Закончилась. Все. Ожидаем нового поступления еды. Уберись, пожалуйста. Джинджер, уберись. Не хочу. Как это не хочешь? Эй, да что такое? Что ты спать захотел? Как не вовремя. Я хотела, чтобы ты убрался. Почему так, когда я только собираюсь что-то сделать? Ага, попался. Опа. Я успела его схватить, пока он не захотел спать. Пойдемте-ка поспим. Так, я хочу их срочно всех переодеть, потому что мне вообще не нравится, как выглядит Анжела, например. Нет, это не дело, конечно. Звездное платье. Не знаю, Бека, тебе это все не идет. Давай что-нибудь более прикольное. Например. Нет, это тоже не твой формат. Платье Мэрлин Монро тоже не твое. О, боже, только не это. Супергерой. Ты похожа на него, кстати. А у супергероя есть какая-нибудь шляпа? О, нет, нет, это не подходит. Какая шляпа у супергероя, интересно? Я не знаю, какая у него шляпа. Ну, точно не такая. Это вообще анти... Анти-стиль, я бы даже так сказала. Нет, нет, нет. Можно тогда просто без шляпы? Ну, вот так нормально или не очень. Давайте еще померим что-нибудь. Ей бы, конечно, подошла, может быть, медсестра или вот такое что-нибудь. Бальное платье нет, ковбой тоже нет. А пусть Бека походит вот такая женственная и красивая. Да, подходит. Кто-нибудь еще? Давайте вот это ведро. Давайте Анжелу переоденем. Сегодня у меня девочки. Так, в чем же у нас... О, нет, Анжела, тебе эта рубашка точно явно не идет. Вот этот идеальный наряд для Анжелы. Она такая в нем прекрасная, такая принцессочная. Ну, хорошо же выглядит. Да. Опа, тебе нравится? Очень красиво. Спасибо, Ксюша. Том, можешь снять ведро, пожалуйста? Зачем? Зачем ты в нем ходишь? Мне нравится мое ведро. Нет, мне не нравится. Давай снимаем. Надо тебя что-нибудь другое вообще нарядить. Ты у нас должен выглядеть нормально. То это, конечно, подходит под твое ведро, но я не уверена. Вот так-то лучше. Бека, ты выглядишь поразительно шикарно. Спасибо. Бен. Джинджер супер нарядный. Хэнк. Ладно, с Хэнком все в порядке. Ты захотел спать? Вроде все поспали уже. Итак, ребята, нам срочно нужно связаться с этими монстрами из ECP мира, чтобы узнать, что они хотят от Влада. И вообще, я, между прочим, тоже блогер, и меня тоже могут сожрать. Точнее, похитить. Я не знаю, что там происходит, но нам нужно срочно это сделать. И нам нужен такой персонаж, который обладает связями. И который, помните, да, вот этого вот? В общем, попытавого кота, нам срочно нужно обратиться к его услугам. Как бы это парадоксально не звучало. Анжела, у тебя есть шанс спасти Влада. Анжела, у меня к тебе будет очень странная просьба. Ну, давай, говори, Ксюша. Ты можешь связаться с попытавым котом, чтобы он пришел сюда? Ты хочешь его пригласить сюда? Да, я сама его приглашаю, мне нужно. Но зачем? Ты помнишь, когда у нас была ECP-горка, там были ECP-монстры, и он с ними был заодно. Возможно, он в курсе, что происходит. Анжела, поговори со мной нормально, хватит увиливать. Я вообще ничего не понимаю, что она говорит. Не, мы так друг друга не поймем. В общем, Анжела, ты поговоришь с ним? Пусть он придет. Но я не хочу его видеть. Это нужно для дела. Пожалуйста. Ладно. Давай. Я сама лично позвала этого сумасшедшего кота к нам домой, я не знаю. Ну, как говорится, в поиске все средства хороши. Что-нибудь тут есть у нас новенькое? О, нам дают коктейль. Спасибо. Спасибо. Ну что, ты с ним связалась? Да, он сейчас придет. О, вон он идет, зацените. Опять он? Джинджер, ну что, что? Я специально его позвала. Он нам нужен. Я его сожгу. Не надо никого сжигать, я тебя прошу. Здравствуй, Попытывай Кот. Привет, вы меня сами позвали. Чему я обязан такой честью? Чем ты обязан такой честью? Ну, мы решили с тобой поговорить кое о чем. О чем это? Давайте говорить. Я знаю, что у тебя есть связи. И, возможно, ты нам сможешь не помочь, а оказать услугу. Услуги у меня не дешевые. Ты в курсе, что происходит вообще? Ты про пропавшего Влада А4? Конечно, я в курсе. Ах, ты, конечно же, знаешь обо всем. Ну, замечательно, значит, я обратилась по адресу. Расскажи нам, кто такие Сипи монстры и зачем они похитили Влада? Я расскажу тебе, но только после того, как Анжелот сходит со мной на свидание. Ах, ты коварный! Ой, не знаю, ну... Ладно, услуга за услугу. Анжела, тебе придется сходить с ним на свидание. О, Боже! Бека, ты слышишь, да? Жесть! Да, да. Но сходи с ним на одно свидание. Я не хочу! Так нужно. Анжела, ты же сходишь. Хорошо, но только ради спасения Влада. Хорошо, давай сделку. Анжела идет с тобой на свидание, а ты нам даешь всю информацию. Хорошо, договорились. Завтра мы идем на свидание. Я за ней приду. Хорошо. До завтра. До завтра, до завтра. До завтра, попытавый кот. С ним лучше создавать сделки, чем дружить. Ну все, Анжела, завтра ты идешь на свидание. А теперь можешь отдохнуть. Возможно, завтра, ребята, у нас появится новая информация в этом запутанном деле. И я буду рада распутать его. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока! Пока!